Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Жития святых рассматриваем во свете Библии, чтобы все могли смотреть открытым оком. Вопрос 2061. Монашество всегда было украшением церкви во все века и во всех религиях мира. Почему же вы это не учитываете? Ответ. Нельзя учитывать то, что не учтено у Бога. Вы когда задаете вопросы, то задавайте их по Писанию, как мы условились, а не потому, что людям понравилось, и они стали так делать. Все, что связано с монашеством, с монастырями, все прямо исходит из противления Божьему указанию идти в мир и проповедовать погибающим о великой любви Божией. А монастыри, какими бы они ни были, это все консервация сил и удушение инициативы благовествующих мир, благовествующих благое. Это все дома разутых, без обуви обитающих. Монашество загубило на корню самое возвышенное, что пыталось идти по Евангелию и уперло все в собственную праведность, в соревнованиях, кто больше будет поститься, кто кого удивит большей трудностью и очень часто переудивит наиболее изощренным изуверством над своей плотью. Выдумки эти, есть неверие Богу. Филипписам 3,7,9 «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтися в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Пересчитайте с молитвой раз десять подряд вот эти слова апостола Павла и содрогнитесь, куда все завалилось, что монашество прямо пошло по пути иудействующих, которые не приняли Христа. Хотя здесь и признавали Христа, а действие всех уходящих в монастыри и творящих монашеские подвиги было от совершенного незнания пути по Писанию. Римлянам 10,2,4 «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, но и вся ваша награда куда? Всю жизнь только шел против Бога». Антони Велике, 17 января В то время в Египте было еще мало монастырей, пустыножительство было еще не распространено. Четвертый век «Но всякий, кто желал служить Христу и спасаться, упражнялся в добродетели, уединившись где-либо вблизи своего селения. Говорить о доброделании, уединившись, вообще ни о чем не соображать. Как можно делать добро, когда никого не будет? Иоанн Златоуст об этом говорит сколько раз. Ну не было бы борца, с кем бороться, как я стану чемпионом-то? Вот зашел, а никого нигде нету, бороться не с кем. Бог потому и держит дьявола, чтобы можно было бороться. А доброделание надо, чтобы где-то кто-то был, на ком показать. Бог мог бы сделать, чтобы вода в реках течет, когда шевелила не песок, а золото. А тогда кому бы ты показал добро? В древней церкви до появления женских иноческих обителей, и в первое время по их появлению, существовал особый класс дев, посвящавших себя всецело служению Богу и дававших обет девства. Такие люди назывались девственницами, и они пользовались церкви большим уважением и считались ее украшением. Они собирались для подвигов, безмолвия, богомыслия и молитвы в частных домах под руководством опытных в духовной жизни старец-наставниц. Вот сегодня, если бы были такие, а не брали на короткое время, на год, жен, то многие отдали бы, чтобы научили их молчать. Разводы сразу бы уменьшились во много раз. Амфилохия, 23 ноября, младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступил оратором и адвокатом. Но еще с сильных лет он возлюбил Бога, паще всего. И потому, вскоре по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую и строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение Писания и пост. Вот лучшее доказательство. Усердно служа одному только Богу. Первая заповедь. Но он думал, что служит. И Григорий Богослов подобрял его. Его бы сейчас показать ему. Вот посмотри. Это как Господь сделал. Мусульманство-то не возникло где-то на севере. А именно там, где были монастыри. Не ходили, не проповедовали доказательства. А теперь это бич. Сгорбатились перед ними все. И ничего с мусульманами нельзя сделать. Это от Бога. От Бога. Вопрос 2062. Неужели ничего нет про монашество в Библии? Да уж сколько раз говорил нету. Ни слова и ни буквы. И вот что навешали на это слово его приверженцы. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Монашество все придумано. К словам его Божьим добавлено. Феодора Цареградская. 30 декабря. По смерти мужа она по заповеди Господней взяла крест свой и приняла монашеский чин, чтобы следовать за Христом. То есть человек шел за Христом, к примеру, сказать, а потом даже и не знал, попал в это течение, а потом решил следовать. Он повернулся в другом направлении. И его 6 мая. В сатанинской гордыне, в своем внутреннем ослеплении, никогда не мирится с истиной. Не усматривает радостного мира в смирении и покорной преданности воли Всеблагого Бога. Она смело носит переоценку существующего по своему мрачному взгляду и в чужую ей святозарную область жизни божественной, дерзко измеряя все меры своего самомнения. Вот это, что здесь написано, это полностью относится далеко, без остатка, только к монашеству. Симон, Печера Суздальский, 10 мая. Потому-то он и просветил нас светом солнечным, лунным и звездным, так, как описал нам чудеса преподобного Антония, этого святозарного солнца и чудесное окование раки преподобного Феодосия, луны полной. Ко всему этому блаженный Симон присовокупил сказания о святой небесам, подобной церкви печерской. «Пробыв 12 лет на архипастерском престоле, блаженный Симон отошел к пастырям, восседающим на 12 престолах, и к самому пастыре-начальнику Господу Иисусу, дабы воспринять от него неувидаемый венец славы». Вот сколько накручено здесь слов-то! А можно выразить это простыми словами. Человек не знал Писания и шел вопреки Писания. Все. Пастырщий-начальник, и к самому, да кто знает, куда он ушел. Пахомий Великий, 15 мая. Когда уже нагрузили лодку тростником, Пахомий увидел нечто очень страшное. Ему представилось, что некоторые из иноков находятся в пасти львов, иные в пасти крокодилов, другие среди огня, а некоторые под горою, на которые напирают волны. Они стараются взойти на гору, но все их усилия оказываются тщетными. Они все восклицали, «Господи, помоги нам!» Пахомий молился с 11-го часа, по-нашему, с 5-го часа вечера, до полуночи. Вдруг яркий свет осеял в его комнате, он слышит голос, «Поколение, которое будет следовать за тобою, будет проводить такую жизнь, которая будет угодно Богу, как в эти дни». Потом ему было открыто, как широко распространятся монастыри. Но вот восхищение он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, лишь чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали о сострадании. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу, те, которые единицы на тысячи. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя по своей линейбрежности или по вине худых руководителей. Пахомий с великой скорби взывал к Богу, прося его милости к монастырям и монахам. Он почти отчаивался за них в ответ на свои вопли к Богу. Он услышал голос. Пахомий, не забывай, что ты человек, все зависит от моего милосердия. Милосердия. Вот где это? Тысячу. Повторяю еще раз, чтобы потом можно было найти. Тысячу. Девятьсот шестьдесят третья страница. Вот состояние монашества, которое Пахомий видел. Это он может поверить. Но настанет время, когда вера ослабеет, и пороки усилятся. Нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Как сейчас монастыри строят. Полы с подогревом. Отпускает миллиарды. И президент подписывает это. И там будут монахи. Духовный мрак усилится. Они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало. Они не будут иметь руководителей. Сами себя они даже будут возбуждать к деланию добра, к удалению от зла. Конечно, их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако они получат награду наравне с первыми. Потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной им жизни. Пахомий был очень рад, когда ему было открыто все это. Пахомий настойчиво предупреждает иноков, что именно они, отрекшиеся от мира, будут более всех жалки, если будут поступать вопреки своему долгу, если будут вместо Бога служить дьяволу греху. Вот это будут очень жалкие, когда они поймут, что монашество – это не от Бога. Не от Бога Святого и Еговы, а совершенно от противоположного. Паисий Великий, 19 июня. Начало монашества в Нитрийской пустыне было положено Святым Амолом, современником Святого Антония. В самой Нитрии Святой Амол основал монастырь, и Антоний положил начало устройству скитов. В конце IV века тут было до 50 монастырей, устроенных по уставу Святого Пахомия. К югу от Нитрии была скидская пустыня, где обитало много иноков, до 50 монастырей. Только в одной местности, только у Пахомия было 11 тысяч мужиков. Умножьте на 50. Полмиллиона выходит. Так можно было проповедовать или нет? Так были монастыри по 50 тысяч. Это же село огромное, городского типа. Стихотворение какое, маленькие горы, камень, лава, нет травы, пламенное и большое небо, и потоки жаркой синевы, камень, только камень вместо хлеба. А тогда другое было небо, и народ, куда ни глянь, народ, пять хлебов и стало столько хлеба, вижу, он сидит и раздает. Василенко, 80-е. Вопрос 2062, который был, а это 63-е. На какие категории можно разделить решительно порывавших с прежним образом мысли бытия и ушедших в монастырь? Ответ. От огорчения и разочарования в мирской жизни этих не будем мы брать во внимание. Как и тех, кого насильно кто-то постриг или от нужды, чтобы не пропасть с голоду. Разговор об искренних. Здесь вы задаете два вопроса. Порывали потому, что узнавали временность и приходящее значение вещей видимых. Хотели избегнуть наказания, за гробом быть в раю. Это похвально и спасительно для начальных. Но дальше сразу же перед ними открывалось два пути. Идти за Христом, по слову его неизменному вовеки. Или тут же рухнуть в яму самости и вымыслов человеческих. Если бы над входом в каждый, даже самый махенький монастырь, водными словами были слова псаломопевца Давида, вот такие. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Псалом 118, 113. Если бы кто-то по-честному... Господи, помилуй еще. Что ты такое? Говори. Говори. Воистину воскрес. Отец, быстро говори, идет запись. С Богом. Попозже потом. Все. Спаси Христос. Все в интернете будет. Засчитываем парамонашество. Священник звонит издалека. Решил эти слова исполнить, то он должен был сначала научить человека закону Божию. Изучить Новый Завет. И там особо подчеркнуть, что зарывший талант будет связан и без милосердия выброшен из любого монастыря прямо в ад, в Гиенну, в Тартар. Матфея 25-30. А негодного раба выброси во тьму внешнюю. Там будет плащ и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Тогда все монастыри стали бы переквалифицироваться на другую ноту. Стали бы учить закону Божию. А не своим человеческим заповедям, которых они придумали тысячи и тысячи. Исаия 28-13. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь. И разобьются. И попадут в сеть. И будут уловлены. Когда пришла советская власть, их легко было брать. Они сидели, как в одном муравейнике. Монастырь прихлопнули, никого нету расстреляли. А были бы они там с народом-то. Да еще одетые по-мирски-то. Никто бы их и не знал. Несли бы Слово Божие. Самая большая опасность поджидала людей там, где уже знали что-то о том извращенном царстве, в кавычках, которое построили иноки и монахи высшей категории. Само по себе монашество, когда человек не связан с семьей, остался один. Это можно и нужно, только приветствовать. Вот как у католиков. Они готовят, миссионеры подправляют. У католиков поучиться надо. Первое кориффиум 7.32-34. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И нужно добавить, и никогда ты ему не угодишь, как и жене. Тогда человек всей своей юностью, силой, может послужить делу спасения ближних, как Тимофея, Марк, спутники апостола Павла. Но когда стали по человеческой выдумке принимать обеты молчания и бегство от мира в горы и в норы, жить не по слуху, а по нюху и по брюху, тогда разверзлась бездонная пропасть, куда рухнули самые деятельные, самые чистые натуры. На совести этого сверхвредного явления монашества, в каком виде мы его видим, в житиях и в жизни, что христианство изначально должно было уступить место мусульманству и революциям. Но были люди, которые что-то где-то говорили. Это все на совести монашествующих мертвецов и диких изуверов. Это я говорю на основании Слова Божия и на основании сравнения житий со Словом Божьим, вечным и неизменным, по которому мы и судимы будем все до единого, и люди, и монахи, неравнангельского своего жития. Вот это надо наизусть заучить. Написать крупно. И перед входом монастырь. Иоанн 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих. Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Но отвергающий меня, ну пойми, отвергает или не отвергает. А вот не принимающий слов, а слова-то здесь легко сравнивать. Ни одного шага по Слову Божию нет у некоторых так называемых святых. Они яростно противились этим увещанием Божьим, где говорится идти в мир и проповедовать чудную весть о жертве Сына Божия, о Его пролитой за наши грехи крови. Марк 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Не монастыри основывайте, не людей вылавливайте, иноками делайте. 1 Ассарс 15, 23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. То есть монахи это как волшебники. И противление тоже, что идолопоклонство. Согласно слов, это идолопоклонники. За то, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя. И судя по тому, что они Библию не знали, вопреки шли, они все отвергнуты. Ни о каком великом, ни о каком спасении, даже речи нету. Эта сказка, эти басни, эти канонизации кончатся с приходом нашего Господа Иисуса Христа. Монастыри это бездомная пропасть и ловушки душ. Это гибель миллионов деятельных и исключительно волевых избранников в их начальном пути. Например, можем себе представить такую картину, что если бы апостол Павел вернулся из своего путешествия, а потом бы заперся в Аравию на весь остаток жизни, то можем не сомневаться, что у него хватило бы и мужества постеться не хуже Антония, не стоять на камне по-серафимовски, зарыться в нору, как Федор Сикиот, выстроить столб и томиться на нем, как Симеон, а потом прибавить, что вся вселенная стекалась к этому столбу. Но тогда не было бы ни посланий этого проповедника, ни Нового Завета. А вот рассмотрим пример житийный. Равноапостольный, как называют Кирилл и Мефодия, а правильно так бы их называть, если бы они до конца шли за апостолами. Ничего никому не сказав, цитата, он отправился в Золотой Рог и там скрылся во дом и монастыре. Равноапостольный. Долго искали Константина и только через шесть месяцев нашли его. Занять прежнюю должность они не могли уговорить его. Житие 11 мая. На дело благовестия вызволил их из Кеви император. Они сами, они пошли. А там ближка даже нету. Равноапостольный. Да, сделали, да, сходили. И тут же нырнули в норке. Цитата. Тогда царь Михаил по совету святейшего патриарха Игнатия, бывшего после святого Мефодия, решил отправить к казарм блаженного Константина, которого призвали с Олимпийской горы. Апостол Павла Дух Святой легко мог струнуть в путь. А этих братьев нужно было только мирской властью расшевеливать, так как они были уже поражены бациллой монастырского утешения и радости поднимать иноческие труды. Кавычка. Царь Михаил собрал собор, на который был позван философ Константин. Ему царь объявил желание славян. Голос Божий, Дух Божий еще не облег их силой, и в них не горел огонь любви к человечеству. Они были просто хорошие монахи. Поясняю. Лука 24, 47, 49. И проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Проповедану не покаянию, и борись теперь всю жизнь грешен, грешен, супер грешен, архи грешен. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше. Десять дней исполнился Духом Святым. Десять дней, но не сто лет там в пустыне быть. Иеремия, 20 глава, 9. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог. Вот я хочу молчать. Они грозят мне, монахи. Мне только написали вчера, говорят, хорошо, что они за стенами. Они бы вас нашли. Они бы вам показали. Я знаю, что они могут делать. Заклясться, не пить и не есть всем монастырем. Их будет ожидать император. Он послал. И после того, как братья выполнили наказ царя, отбыли в свою апостольскую командировку, вернулись, и тут же снова нырнули в свои горные норки кельи. Мефодий, выдержка, сделался игуменом полихроньего монастыря. А Константин поселился при церкви святых апостолов. Ну, благовестники так не делают. Они идут миссионерствовать до самого конца. Что это? Монаши строили шуткие подвиги? Да. Воистину воскрес. Бисердевство. Это как поветрие, как неизбывная непогода, наследственная немощь и болезнь самостью. В каждом монахе доверху и до завязки натрамбована самость. Самостью это не отвержено себя. Ни один не спасется. Полное, стопроцентное гарантия. Они своей праведностью протестуют против дарового спасения. Они все до Василия Великого, кто шел в монастыри, противники этой Божьей даровой милости. Риммам 10, 2, 4. Я снова долблю по одному стиху. Ибо свидетельствую им, и я это свидетельствую, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Риммам 3, 24. Получая оправдание даром, даром, ни в нору, ни в монастыри не надо идти, даром. Воззови ко мне, я услышу тебя. Поблагодать его искуплением во Христе Иисусе. Все монастыри, все монахи, это крещащие истуканы против боли Божьей. Это не верия Богу, те, которые скрылись там. Они не хотят даром быть спасенными. Они на место Христа себя ставят. Я буду подвязаться, не пить, не есть, корешками питаться, кого-либо откусать, я спасусь. Да на миллиметр не приближишься. Нет праведного ни одного. И наша праведность как запачканная одежда. Мало того, еще усилили некоторые и говорят, как одежда нечистой женщины, подвязка нечистой женщины. Искуплением во Христе Иисусе пришел кто-то в монастырь и ему сказали, а ты веришь во Христа? Верю. А ты веришь, что он за тебя? Ну да. Ну ты же оправдан теперь. Но я грешен. Христос называет тебя святым, избранным. Посчитай послание апостола Павла. Он в целом община пишет святым, избранным. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И основанием у каждого лежат не места писания, а мысли свои или чужие. Вот ребенок что-то придумал, из этого всю жизнь он будет мучиться в монастыре и других туда же в эту муку тащить. И вот думать, что истина безупречна и беспроигрышна только в монастыре, только в выноществе, а еще лучше в схеме. Одежда такая, гробы нарисованная, крест на кресе, куколь натянута на голове. Эти обеты, связывающие человека с смертельными узами, не дающими и носа высунуть за стены его монастырька, лишили его своей личности. Их там всех давили непрестанно под самое дикое послушание, покруче любой тоталитарной секты. Каждый настоятель мог свой устав писать и потом выкоморивать над подчиненными. Сколько раз встречаешь, что иноки молодые договариваются между собою бежать из монастыря, бежать! И сколько таких случаев не описано, ибо это не выгодно было описывать монаху жизнеписателю. Тут уже так отрихтовано, что редко-редко где промелькнет живое лицо. Все на одно понурые и пониклые до земли. А Павел говорит, радуйтесь еще раз, радуйтесь. Вы искуплены жертвой Христа. У монахов нет радости искупления во Христе Иисусе. Нет радости, что Бог дозволил идти и другим рассказать о спасении. Прочтите житие Федора священного. Это общий стандарт, и он похваляется, одобряется и поныне. Подряд нарушаются и заповеди Божьи, и каноны церковные, и совесть чужая. Главное, чтобы он сохранил девство, единоческие обеты, а дальше море самости. Ну, даже не сохранил, даже впал в блуд, но он не ушел совсем. Он вернулся, его еще канонизировать будут, как Яков в постика. Ему 60 лет, всю жизнь в монастыре, чудотворец. Привезли ему девицу на изгнание беса, он ее изгнал, но бес, видать, никуда не вошел, ему вошел ниже пояса. Родители ее оставили, но ее изнасиловал, да перепугался, что делать, ну и было еще упугаться-то, и убил ее. Убил, и третий грех сделал, бросил ее в реку, в поток. А потом заперся, потом стал молиться, и опять святой к нему все стекаются. Но человека-то того нету. Федора Священный, 16 мая. Федор был сын богатых и знатных родителей. На 12-м году от рождения он ежедневно ходил в школу по желанию отца. Он был более всех детей любим матери за свой ум и благочестие. Однажды, в праздник Бога и явления, его родители приготовили прекрасное кушание, поставили разные вина, во всех комнатах разослали ковры, и он и Федор, увидав торжественную обстановку на крещение Господне дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от одной мысли. Он сказал себе, если ты будешь есть эти кушания, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни. Крайне взволнованный этой мыслью, мальчик уходит в идею на место, становится на колени и со слезами молится Спасителю. Я не хочу, говорил он, этой тленной пищи, которая ведет к гибели, но я желаю тебе единого с теми благами, которые ты назначил верным в другом мире. Это вера, большая вера. Он долго со слезами повторял эти слова. В это время мать чищит его по всему дому. Ожидали Федора к столу и никто не начинал есть. Найдя его и заметивши на лице его слезы, мать с нежной любовью говорит ему, ты плакал, сын мой, а где ты был? Мы тебя искали. Федор ответил, что с ним ничего не случилось. Мать зовет его обедать, прибавляя, что если он не станет есть, то и никто не сядет за стол. Федор решительно отказался откушение праздничной пищи. Он еще некоторое время жил в доме родителей, передаваясь посту, молитв и плачу. От этих слез у юного Федора даже заболели глаза. Он в это время продолжал ходить в школу. Но вот приходит конец этого года. Недалеко от селения, где жили родители Федора, был один монастырь. Здесь каждый брат жил отдельно от других в своей келье. Федор явился сюда и стал жить и в глубине души радовался этим слезам юноши. Поощрял его стремление к приобретению истинного ведения. При встречах он не раз говорил Федору старайся приобрести истинное ведение, то есть знание. А на самом деле всю жизнь старались, чтобы и ведения не было. Монахи фактически молились ослепи меня, Господи, чтобы слово Божие в руки не попадало. Смысл то в этом. Однажды ночью он призвал Федора когда ярко светила луна. От этого чудного неба с его светилами обращая мысль юноши к невидимому творцу всяческих. А в апохоме сказал Федору бойся его во все дни твоей жизни. Знай, что именно он сотворил нас со всеми творениями и что мы в его руке. Когда ты будешь иметь страх Божий и думать, что Бог видит тебя в каждое мгновение, смотри, не согрешай против него. И таким образом тебе будет послана от него верная помощь. Воздавай ему славу каждый день. Вот как Господь повелевает сделать. Обильные слезы подтверждали искренность их беседы. Молитвой они закончили обмен мыслей о Боге и об угождении ему. Иоанн, психоид, 26 мая. Святой отец наш Иоанн, в сюных лет возлюбив Христа, по характеру своему стал подобен святым пророкам Ильи Иоанну. Оставив мир, он отправился в психоидскую лавру. И, главное, подобен Иоанну Крестителю, пророку Ильи. А в чем подобен? Они говорят, в пустыне было. Да в пустыне скорпионы бывают и львы. А ну фривеликий 12 июня. В одни своего детства я, как первоначально это был наставляем там святыми отцами усердной веры и любви к Господу. А также поучался и уставам иноческого жития. Я слышал, как они беседовали о святом пророке Божьем Ильи. Именно, что он, укрепляемый Богом, жил, постясь в пустыне. Слышал также о святом претече Господнем Иоанне, которому не был подобен никогда ни один человек относительно его жизни в пустыне до дня явления своего Израилю. Слышав все это, я спросил святых отцов, а что же значит тех, кто подвизается в пустыне больше вас в очах Божьих? А они же отвечали мне, да, чада, а они больше нас. Ибо мы видим ежедневно друг друга, совершаем соборно-церковное пение с радостью. Если захотим есть, то имеем уже готовый хлеб. Точно так же, если захотим пить, имеем готовую воду. Если случится кому-либо из нас заболеть, то таковой получает утешение от братья. Ибо мы живем сообща, друг другу помогаем и служим ради любви Божией. Живущие же в пустыне лишены этого всего. Если с кем-либо из пустын на жителей случится какая-либо неприятность, кто его утешит, как Робинзона Круза? В болезни кто ему поможет и послужит? Если на него нападет сила сатанинская, где он найдет человека, который ободрит его ум и преподаст ему наставление, так как он один? Если не будет у него пищи, где он достанет ее без труда, точно так же если вас жаждет, то не найдет воды поблизости. Там чада несравненно больше труд, нежели у нас живущих сообща. Предпринимающий пустынную жизнь начинает служить Богу с большим усердием, налагает на себя более строгий пост, подвергает себя голоду, жажде, зною, полуденному, великодушен претерпевает холод ночной, крепко сопротивляется козням, наносимым, невидимым врагом, всячески старается победить его, с усердием старается пройти тесный перескорбный путь, ведущий в Царствие Небесное. По этой причине Бог посылает к ним святых ангелов, которые приносят им пищу, изводят воду из камня и укрепляет их настолько, что относительно них сбываются слова пророка Исаии, говорящего в 40.31 «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы и потекут, и не устанут, и пойдут, и не утомятся». Если же кто из них и не сподобляется лицезрение ангельского, то во всяком случае не лишается невидимого присутствия ангелов Божиих, которая охраняет такового. Анин, 18 марта. Когда преподобному исполнилось 15 лет, родители его умерли. Вскоре после этого святой решил оставить суетно-мирское житие, для чего и поселился в одном из монастырей, где принял пострижение в монашество. Ревнуя о безмолвном подвиженском житии, святой Анин вскоре оставил монастырь и ушел в одну далекую пустыню. Сергий Радонежский 25 сентября знает, что воздержанием лучше всего побеждаются страсти. Юный отрок наложил на себя строгий пост. По средному пятницу он ничего не вкушал, а в прощие дни питался только хлебом и водою. Так возненавидел он свою плоть, чтобы спасти свою душу. Сергий Радонежский. Варфоломей его звали, когда ему было только 15 лет от роду. Также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда Юноша исполнилось 20 лет, он стал просить своих родителей, чтобы они благословили его постричься в иноке. Уже давно стремился он посвятить себя Господу. Хотя родители его и ставили выше всего иноческую жизнь, однако просили сына подождать некоторое время. Чадо говорили ему, ты знаешь, что мы старых, уже недалек конец жизни нашей, и нет кроме тебя никого, кто послужил нам на старости. Потерпи еще немного времени, предай нас погребению, и тогда уже никто не возбранит тебе исполнить свое заветное желание. Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить их молитвы и благословения. Незадолго до кончины Кирилл и Мария приняли иночество в Покровско-Хотьковском монастыре, отстоявшем в верстах в трех от Радонежа. Сюда также пришел от завершия около того времени старший брат Варфоломея Стефан и вступил в число иноков. Немного спустя родители святого юноши, один вскоре после другого с миром приставились ко Господу и были погребены все в монастыре. Богу нашему слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok